всем привет спасибо за то что пишите комментарии под роликами спасибо за то что помогаете каналу материально моя признательность вам всем ну и хочется сказать еще следующее есть такая поговорка русская не буди лихо пока она тихо это я обращаюсь к тем кто просил кто напоминал мне о группе gentle giant ну и извините уж понеслось разбудили лихо gentle giant одна из моих любимых групп наравне с джет ротал они кстати где-то похожи в своей подаче в смысле поведения на сцене в первую очередь в смысле музыки тоже между прочим потому что такой микс из народной английской музыки из классической музыки из тяжелого рока из масса 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 влияние все это вместе складывается как говорил борьга венщиков мой любимый я возьму свое там где я увижу свое в широком смысле поймите правильно или неправильно как вам будет угодно это это сказать слова из песни они могут трактоваться как угодно и насыщаться любым смыслом который приходит в голову слушать слушающего и который резонирует с тем что он слышит поэтому песня эта штука очень многогранно многогранная многозначная и неоднозначно совершенно если песня какая-то конкретная поется о чем-то таким таком конкретном это как правило не очень хорошая песня песня она гораздо шире она обо всем она для каждого о своем вот будет так точнее так вот помимо собственно музыки еще и сценическое поведение джентл джайнта джет ротал мне очень они кажутся близкими потому что это шоу это тот самый какой-то такой английский юмор там и в монти пайтон где-то и диккенс все это все это вместе и все это и серьезно с одной стороны и с другой стороны иронично и ярко и напористо и джентл джайнта я уже говорил в ролике о пластинке freehand когда я услышал впервые пластинку джентл джайнта мне казалось что это такие ботаники которые сидят играют на скрипках на саксофонах ли ставят ноты когда я увидел их концерт я просто все сместилось у меня в голове потому что я увидел волосатых хиппанов в клешах которые носятся по сцене с гитарами с саксофоном там с флейтой со скрипкой вытворяют совершенно немыслимые вещи настоящий рок просто и вот эта подача таких скоморохов министрелей с опять таки с глубоким очень юмором тонким очень умная вот это очень близко ну вот мы начали говорить с вами мы же говорим с вами не один говорю мы вместе говорим о первой пластинке джентл джайнт 70-ый год у меня тут под рукой 2 я достал с полочки активен это есть называется она 71 год вот такой альбомчик и альбом нельзя я не могу сказать лучше он или хуже первого альбома он другой совершенно по словам самих музыкантов они вообще не знали что они будут писать пластинка получилось очень экспериментальной музыканты пришли в студию и подумали сейчас мы будем что-то сочинять что-то записывать и получился такой альбом который никак нельзя назвать импровизационным потому что джентл джайнт это группа не занимающиеся импровизации у них все настолько точно все по классическим канонам по классическим законам сделано и все там есть и полифония контрапункты все дела все как как все как учили но этот альбом отличается он не такой тяжелый как первый тяжелый а первый в хорошем смысле тяжелый я вот начал про него говорить в предыдущем ролике здесь вторая песня фанни уэйс про кого про первую я говорил джайант рождение гиганта это действительно рождение гиганта этот альбом 70-ый год это рождение гиганта можно сказать что так называемый ненавижу это но чтобы было понятно они скажу умный и насыщенный посторонними влияниями рок родился в семидесятом году с появлением пластинки gentle giant рождается гигант в первой вещи с диким голосом дэрика шульмана совершенно таким пробирающим до дрожи из партии которую он поет она тоже не самая простая совсем не рок-н-ролльная а совсем наоборот из классической музыки пришедшие потом все-таки они садятся чуть-чуть на риф который отсылает нас к blind fate неожиданно и к крим соответственно туда к рифовом уроку фанни уэйс то же самое скрипки акустическая гитара чудесный голос здесь поет кэри минер по моему первые первый голос тот самый иосиф прекрасный как я его назвал в предыдущем ролике если дарик шульман это иаков то кэри минер это иосиф прекрасность таким голосом замечательно но потом опять начинается гитарная история гитарно-синтезаторная очень много клавиш кэри минер играет на клавишах там потрясающие вещи совершенно и мы снова оказываемся на поляне тяжелого рока а лукард следующая вещь она еще тяжелее она еще просто прибивает прошибает прожигает начала выплывающие из ниоткуда голоса хор раз и и все и поехала дальше в курс это что-то жуткое в хорошем смысле жуткая и интересная isn't it quiet and quiet and cold просто красивая вещь а вот нас и металл на второй стороне первая вещь какой-то критик написал что достаточно было одной песни нас и металл чтобы группа gentle giant осталось в веках примерно я привожу цитата не точная но что-то такое есть это просто какая-то невероятная сюита опять-таки начинается из ничего да потом пошел пошла классическая европейская музыка исполненная хэви металлистами 70-го года я бы так сказал или наоборот хэви метал 70-го года исполнены классическими музыкантами 19 18 и 17 веков с применением всех инструментов характерных для симфонического оркестра скрипки виолончели духовые все 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 что предлагается вся перкуссия симфоническая треугольники и и и все остальное все здесь есть и в какой-то момент вдруг начинается барабанное соло которое нельзя назвать барабанным соло потому что это не барабанное соло четкая хорошая музыкальная партия вытекающая из всего того что было дальше и вот на фоне этого ты барабанной партии начинается игра на фортепиано сначала начинается какой-то шопен вот под моторным ритмом который играется на ударных начинать совершенно контр ритм а-ля шопен потом он переходит в а-ля стравинский что-то такое потом в а-ля прокофьев и так далее и уже теряешь собственно ориентацию извините за выражение когда это слушаешь на дико интересно просто дико интересно и последнее предпоследний вещь войн от вспоминаем свое ритм и блюзовое прошлое хотя все все очень симфонично сначала по мелодике по подаче по игре очень много инструментов очень плотно но потом переходит в блюзовую гармонию и в конце концов начинается просто гитарное соло в блюзовой структуре чистый просто перед нами рок-н-ролльный блюзовый британский бэнд ну а заканчивается все классика красивым симфоническим финалом очень громко очень яростно очень жестко очень убедительно неожиданно и эту группу часто сравнивать с группой king crimson я могу сказать что при всей моей бешеной фанатичный звериной любви к музыке king crimson первый альбом king crimson indicator of the crimson king да по сравнению с первым альбомом gentle giant он кажется прямолинейным и достаточно несложным таким рок-н-роллом в широком смысле этого слова прямолинейный по прямолинейная понятная и и привычная в общем-то музыка по сравнению вот с этим по сравнению вот с этим а второй альбом как я уже говорил он несмотря на то что он экспериментальный этого эксперимента здесь не слышно не слышно размышлений каких-то бы выдумок каких-то ощущение такое что продуман прописан вычищен исполнен от репетирована исполнен там после 25 дней репетиций в студии и по звуку и по всему и по партиям насколько все сложно красиво точно но гораздо как-то спокойнее прозрачнее чем вот этот звериный симфонический рок первого альбома андрей шапанов очень любил эту пластинку я говорил что он любил очень пластинку octopus но аквариум the taste как он говорил аквариум the test вот аквариум the test у него тоже все время был в голове джанта люблю аквариум the taste да очень круто и здесь первая вещь она просто начинается с синтезаторного такого въезда синтезаторный space rock пошел но очень мелодичный очень мелодичный очень красивый и голос кэри минера опять парящий иосифа прекрасного спустившегося с небес и растворяешься в этом полотне вспоминается там группа караван где-то вдалеке похожие штуки были хотя здесь все гораздо серьезнее гораздо убедительнее при всей моей опять-таки при всем хорошем отношении к музыкантам караван это как-то так повзрослее все звучит в середине гитарная соло длинная гарри грин играет замечательно да кстати говоря я там упоминал что барабанщик мартин смит играл на первом альбоме только нет на втором он тоже играл я просто ошибся и после этого опять синтезатор на скрипич на духа во идет развитие очень интересная могу даже сказать вот шульман фил шульман играет на тенор саксофоне трубе и поет кэри минер орган мелатрон вибрафон мук и лидирующий вокал как я уже сказал мартин смит ударный тамбурин рей шульман бас и вокал дарик шульман альтсаксофон и вокал гарри грин 6 и 12 струнная гитара такой вот состав each of twilight следующая вещь мягкая как кажется что продолжается вот эта вот полетная история и очень хорошо она продолжается переходит в следующую песню the house the streets the room с неожиданным фальш финалом таким как в age of twilight финал кажется что все затухло все погасло ничего больше нет песня кончилась нет она продолжается я уже говорил в предыдущем ролике что песню gentle giant нужно слушать до конца еще одну барабанная не соло барабанная партия такая же как в первом альбоме у нас была про которую только что говорил тоже удивительная выстроенная история на ударных и сразу я хочу перейти на вторую сторону песню рак неожиданно маршевая с хоровым пением мы шагаем по пустыне или по проспекту или по горной тропе дружбаны такие мощные я уже характеризовал их предыдущем ролике да как библейских евреев таких мощных мужиков и вот этот хор мощных мужиков под очень убедительное музыкальное сопровождение поет и холдон там правда в конце а середине сухой звук плотный звук продюсировал кстати говоря первые два альбома тони висконте знаменитый до очень плотный мягкий звук при этом мощный резкий очень близкий и в середине вдруг пространство музыкальное меняется начинается космос док синтезаторный такой из из приближенных вот этих голосов таких которые рядом с нами вдруг мы оказываемся в пространстве просто во вселенной под паря парим там попарили попарили раз вернулись опять в пустыню опять мужики пошли очень очень все здорово песня black cat струнный квартет партии который написал карри меня вытворяет такие чудеса такие какие-то тональные штуки что фрэнк заппа в общем я думаю что одобрил когда услышал если он слышал из black cat эту пьесу я думаю что он одобрил потому что это в чистом виде просто можно рядом с рынком заппой поставить музыкантов и все будет на месте все здорово но при этом дальше все очень мелодично очень гармонично и в последнюю вещь plain truth мы приходим который начинается с электрической скрипки с квакушкой безумный и это безумие симфоническо джазово авангард на классическое барочная продолжается до конца the cure in the taste 1971 год разбудили лихо и дальше будет еще про джайанта я пошел пока пить пока